Сегодня в администрации Хаса-Юртовского района состоялось очередное совещание, актива на котором были приглашены главы сельских администраций, руководители хозяйств, структурных подразделений, организаций и учреждений. Вел совещание Загир Гаджевич Буташев, первый заместитель главы администрации Хаса-Юртовского района. На повестке дня первый вопрос информация о деятельности ГБУ РД комплексный центр социального обслуживания населения по Хаса-Юртовскому району в рамках реализации приоритетного проекта Республики Дагестан «Человеческий капитал». Второй вопрос о ходе выполнения плана по сбору местных налогов, актуализации земельных участков, оформлении государственной кадастровой недвижимости, введение по хозяйственному учету в электронном виде по программе «Парус» и создание электронной базы данных ФИАС в поселениях муниципальных образований. По первому вопросу с докладом выступил Мурат Абдулманапович Пурсков, директор ГБУ РД Кассацион в муниципальном образовании Хаса-Юртовский район. Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан комплексно-центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Хаса-Юртовский район создан в 1994 году. Целью создания комплексного центра является оказание семьям и отдельным гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законов прав и интересов, содействия и улучшения их социального и материального положения, а также психологического статуса. Деятельность свою осуществляет Центр соответствует суставам учреждения по трём функциональным направлениям. Первое – решение общих вопросов социальной поддержки граждан, второе – социальная поддержка семьи и детей, третье – социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. Цель комплексного решения вопросов социальной защиты и всё большее развитие получают социальные услуги, предоставляемые комплексным центром социального обслуживания. Объём, форма и состав предоставляемых социальных услуг соответствуют требованиям наименования и стандартам социальных услуг Республики Дагестан. Комплексным центром социального обслуживания предоставляются следующие виды услуг. Это социально-руковые, социально-медицинские, социально-правовые, а также социально-педагогические, социально-трудовые, срочные социальные услуги. В штат, в консенсационном муниципальном образовании, в Хасоветовский район, входят 15 заведующих отделением социального обслуживания на одну граждан пожилого возраста и инвалидов. Один заведующий отделением социального обслуживания семьи и детей, один заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних, один заведующий отделением срочного социального обслуживания, один заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 30 специалистов по социальной работе, 28 специалистов по работе с семьей, 264 социальных работника, работники аппарата и технический персонал составляют 26 человек. Работа комплексного центра социального обслуживания направлена на повышение качества и уровня жизни населения, обеспечения всеобщей доступности социальных услуг, прежде всего качественного социального обслуживания. В Государственном бюджетном учреждении Республики Дагестан ПЦСОН функционирует 15 отделений обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, одно дневное отделение пребывания граждан пожилого возраста, и одно также отделение срочного социального обслуживания, на которое охватили обслуживание все населения пункты района. Работники срочи 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 своей деятельностью руководствуются федеральным законом от 28 декабря 2013 года под номером 442 закон об основе социального обслуживания граждан и стандартами социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг. Деятельность отделений социального обслуживания, направленного на решение проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в посторонней поддержке, это наиболее востребованная форма социальной работы, позволяющая клиентам как можно дольше находиться в привычной домашней обстановке. Для достижения эффективности по решению имеющихся в районе социальных проблем деятельность отделений социального обслуживания на дому организована по территориальному принципу. Район разведен на 15 участках, за которыми закрупплены заведующие отделения и специалисты по социальной работе. Работа отделений строится по плану мероприятий, и графику выезда и приемных дней, утвержденных администрацией и аппаратом КССО. Заведующими отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов составлены и утверждены графики посещения обслуживаемых граждан социальными работниками. Заведующие отделениями осуществляют выезды в населенные пункты, где ими проводятся еженедельные совещания по обслуживанию проводимой работы по текущим вопросам. Проверяется документация социальных работников с посещением их на дому, обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов. Цель контроля выполнения должностных обязанностей социальных работников. За 2016 год отделением социального обслуживания на дому было обслужено 2256 человек граждан пожилого возраста и инвалидов. Всего оказано 957 287 социальных услуг различного характера. Это социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые услуги. Из них на оплатных условиях 241 532 услуги. В основе социальной работы, проводимой центром, адресная помощь, оказываемая отделением срочного обслуживания, работа которого является одной из самых эффективных форм оказания неотложной помощи разового характера. За отчетный период была оказана материальная помощь участникам Великой Отечественной войны, малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми 658 человек на сумму 582 200 рублей. Отделение дневного пребывания у нас находится в селении Аксайз с апреля 2008 года. За 2016 год в отделение побывало 290 человек. В этом отделении пожилые люди получают определенные услуги по культурному, медицинскому и информационному обслуживанию. Еженедельно проводятся тематические беседы разного рода турниров по шагматам, шашкам, проводятся дни рождения подопечных. В отделении для обслуживания проводятся физет-процедуры, массаж, оказываются различные виды социальных услуг. Всего оказано процедуру и услуг 29 873. В связи с райорганизацией у нас в 2015 году присоединили Центр социальной помощи семье и детям к комплексному центру. И с августа 2015 года при центре функционирует отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и отделение социального обслуживания семьи и детей. Отделение профилактики несовершеннолетних занимается выявлением и учетом несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также семей группы риска. Проведением индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями. Осуществлением социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении. В отделении на учете состоит 24 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В них 68 детей. В 2016 году отказано 115 человек и отказано 8088 услуг. Основной целью деятельности отделением социального обслуживания семьи и детей является всесторонняя поддержка семьи, улучшение социального здоровья и благополучия семьи и детей, помощь семье в виде социальных услуг. Основными задачами являются выявление причин и факторов социального неблагополучия конкретных семей и детей, нуждающихся в социальной помощи, определение и предоставление конкретных видов и форм социального педагогических, социально-психологических, социально-медицинских, социальных проводок и юных социальных услуг семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в социальной поддержке. Всего за 2016 год отделением нашего центра обслужено 4183 человека, оказано более 1 млн 62 458 услуг. Основные принципы, основные направления учреждения на 2017 год, это в первую очередь внедрение новых социальных технологий, расширение перечня документации платных услуг, повышение качества социального обслуживания. В планах работы учреждения 2017 года, помимо поставленных задач по повышению государственного задания, выполнение майских указов президента Владимира Владимировича Путина, доведение заработной платы социального обслуживания до уровня установленного планом мероприятия дорожной карты, Хотелось бы отметить, что сегодня деятельность учреждения полностью отвечает требованиям федерального закона 442-го и позволяет применять управленческий механизм по повышению качества социальных услуг. А качество социальных услуг зависит от показателей эффективности работы каждого отделения нашего учреждения. По данному вопросу также выступили Мурат Кадеев, заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РД Кассационного муниципального образования Хасертовский район и Sidrat presente Булаева, заведующий отделением социального обслуживания семей и детства ГБУ Республики Дагестан Кассационного муниципального образования Хасертовский район. Добрый день. Отчет о проделанной работе отделения социального обслуживания семьи и детей. Отделение социального обслуживания семьи и детей при комплексном центре социального обслуживания населения, муниципального образования в Хасоветовский район, функционирует с 3 августа 2015 года в штате 22 человека. Главной целью деятельности отделения социального обслуживания семьи и детей является всесторонняя поддержка семьи, ее адаптация к изменяющимся условиям жизни, является всесторонняя поддержка семьи, улучшение социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизация связи семьи с обществом и государством, помощь семье в виде социальных услуг при столкновении с трудностями, проблемами внутри семьи и вне семьи. Отделение социального обслуживания семьи и детей работает тесно в взаимодействии с учреждениями, организациями, предприятием всех форм собственности и отдельными гражданами цельных повышения эффективности обслуживания семьи, находящихся в трудном социальном положении, для комплексного решения их социальных проблем. С января 2015 года все центры социального обслуживания начали работу с обслуживающим контингентом по новому федеральному закону. Все услуги предоставляются работниками центра в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года. 442-й федеральный закон. Бесплатно. Работниками отделения оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги. Услуги, входящие в перечень гарантированных государственных социальных услуг, предоставляются своевременно и в полном объеме. За 2016 год обслужено 719 человек. Им было оказано 66206 услуг. В данный момент на обслуживании в отделении находится 330 человек. Регулярно осуществляется контроль над работой специалистов по работе с семьей, за качеством предоставляемых услуг, с учетом степени нуждаемости каждого клиента в разных видах услуг, введением номенклатурных дел. Постоянно регулируется кратность посещений. Планы работы отделения входят в культурно-развлекательные мероприятия. Они направлены на решение проблем, связанных с повышением нравственного, воспитательного потенциала семьи и социальной реабилитации детей. Поэтому значимые мероприятия проводятся с обязательным участием в них как детей, так и родителей. За истекший отчетный период отделением проведена большая организационно-массовая работа. В отделении проведены мероприятия, посвященные праздничным датам, также тематические мероприятия. На эти мероприятия были приглашены 30 семей и 50 детей, состоящих на учете в центре. Специалистами отделения социального обслуживания семьи и детей с 14 по 15 июня 2016 года осуществлена отправка 15 детей на отдых в лагерь «Техноград» города Махачкалы. 3 октября были отправлены 21 детей для отдыха в санаторно-оздоровительный лагерь «Горный родник» города Нальчик. Путевки были предоставлены Министерством труда и социального развития Республики Дагестан. Работниками отделения социального обслуживания семьи и детей совместно с благотворительным фондом «Надежда» были организованы поездки в город Махачкала для детей-полусирот, детей из малоимущих семей. Так мы отправили 285 детей. Мероприятия были посвящены праздникам Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Также проводится работа с опекунскими семьями. Социальные педагоги-психологи, юристы совместно со специалистами по работе с семьей посещают такие семьи. Проводятся индивидуальные беседы с опекаемыми детьми, опекунами по необходимости с целью моральной поддержки. Проводятся консультации по вопросам воспитания, обучения, нравственного развития ребенка. Юристам отделения за 2016 год была проведена работа согласно плану мероприятий и графику выезда в селах и Саветовского района. Работа вела совместно со специалистами по работе с семьей, социальными педагогами, психологами по оказанию правовой помощи социально незащищенным слоям населения. С жителем сельской местности были проведены мероприятия, круглые столы на тему правовой лабиринт и права и обязанностей несовершеннолетних. Дана консультация по социально-правовым вопросам 224 гражданам. Помогая многодетным и малоспечным семьям, опекая социальных сирот безнадзорных детей, возвращая их в нормальную жизнь на социальные семьи, осуществляя социальное сопровождение инвалидов, вселяя в них веру, надежду, жизненные силы, сотрудники отделения выполняют наиважнейшую в современных условиях миссию, носят достойный клад в профилактику социальной напряженности, в сохранении и упрощении гражданского мира и согласия в нашей стране. В целом, Загир Гаджич Боташев остался доволен услышанным и работой, которая проводится в ГБУ Кассацион. Постановление по данному вопросу зачитал Нур-Ламур Тузалиев, заместитель главы администрации муниципального образования Хаса-Юртовский район. Заслушаю и обсудив информацию о деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан, комплексный центр социального обслуживания в муниципальном образовании Хаса-Юртовский район. За 2016 год, в рамках реализации проритетного проекта Республики Дагестан, Челчатый капитал в целях оповещения эффективности социального обслуживания и реализации предусмотренных в льгот районе, останавливая информацию руководителя ГБУ РД КССО МОССОГРА порт-Суковый принят сведения. Прикендоват руководителю центра порт-Суковый в свое время, выявлять граждан пожилого возраста инвалидов и семьи с детьми, нуждающим социального службы. С целью популяризации учреждений и привлечения общественности к проблемам социально незащищенных категорий населения руководителю Государственного бюджетного учреждения КССОМ МО «Хасовский район» освещать средства массовой информации муниципального района деятельность центра. По второму вопросу о ходе выполнения плана по сбору местных налогов, актуализации земельных участков, оформление государственной кадастровой недвижимости, введение по хозяйственному учету в электронном виде по программе «Парус» и создание электронной базы данных ФИАС в поселениях муниципальных образований. Загир Гаджевич остановился детально, акцентируя на работе глав сельских администраций в этих вопросах. Загир Гаджевич подробно остановился на селах, где эта работа поставлена слабо. По словам Загира Гаджевича Буташева, надо усилить все эти направления и привести показатели в норму. После обсуждения ряда рабочих моментов совещание завершилось. Продолжение следует...